сейчас отдельно хочу остановиться на теме как оснащать слаги то есть мы возьмем любой давайте возьмем для наглядности слаг побольше в мордочку ему вставляем этот штопор и закручиваем здесь никакой высшей математики здесь ничего сложного абсолютно нет вертикальненько его ставим и сильно не сдавливаем пальцами потому что он иначе может что про нас может начать уходить лично я делаю следующее я часть штопора откусываю для того чтобы проще они туда вкручивались такие длинные штопоры мы сделали для того чтобы фиксировать эти грузики на более крупных приманках и на щучьих приманках на на виброхвостах на губастах на маскинах на маскин тейлах а для слагов такая длина штопора совсем не обязательно он не развалится и так из приманки штопор не вырвет поэтому если его отщелкиваешь просто все действие получается гораздо быстрее итак мы зафиксировали его вот мы ровненько вкрутили видим что все получилось ровно вот у нас вкручен ровно поэтому он будет падать ровно тонуть ровно и не будет уходить в сторону что для ловли пелагика очень важно потому что когда ты забрасываешь пока ты опустишься до рыбы она может быть в движении а если она стоит то тебе особенно важно максимально точная подача на эту рыбу и когда ты максимально ровно и смещений упал ты можешь начинать игру так как того требует сейчас ситуация упасть ей на голову упасть на расстояние упасть за ней пройтись у нее над головой вариантов много на них мы сейчас останавливаться не будем мы сейчас становимся на оснастке то есть самое оптимальное что я думаю это вот эти вот грузила gold как основное решение дальше оснастка тоже сейчас немножко зайдем на тему новинок это наши иксбейцевские асисты как я бы оснащал каждую из этих приманок покажу на большой на маленькой покажу примерно но я думаю суть будет понятно асисты эти имеют вариативность по длине если нам надо поближе к голове его сделать то мы просто делаем несколько оборотов продеваем его обратно в ушко все фиксируем вот мы примерно прикинули нам допустим сейчас нужна вот такая длина в ушко вставили простейший принцип петля в петлю затянули здесь у наших слагов у касперов сделан специальный практичек такой вот туда этот шнурочек прячем вот так мы его фиксируем и вставляем его что мне особенно нравится то что когда крючочек у нас прячется сюда это как-то особенно симпатично вот мы выставили как он должен быть вот он так зафиксировался вот это самое простейшее и самое базовое оснащение слага я бы еще фиксировал в голову вот такой вот у нас есть коротенький его ровно по такому же принципу вставляем в голову также смотрим чтобы он нас не мешался соответственно вдоль чтобы ухо у нас смотрело значит втыкаем вот этим крючочком и фиксируем вот этим крючочком все слаг у нас оснащен по мне это самое лучшее из оснащений слага почему потому что многие применяют его на джига ловки с торчащим здесь крючком и догонял очки дополнительным ассистом по мне это менее эффективный способ потому что во первых ты сильнее повреждаешь слаг во вторых у тебя не в самой голове крючок а в любом случае на расстоянии какой бы он не был и часто судак вот на удивление он вроде бы сопровождает сзади он атакует вроде бы сзади но частенько бьет он именно в саму голову и я замечал что если ставить не в голову например вниз или не ставить передний крючок то есть рыбы которые просто клюют как-то умудряются ударить именно в голову и таким образом не засекаются когда его ставишь максимально близко голове этот крючок ну все происходит любые удары в голову ты фиксируешь и частенько даже по неактивной рыбе чувствуешь легкую поклевку достаешь рыбу а он висит за краешек губы именно за этот крючок не говорю что это единственный правильный способ я им пользуюсь у меня практически нет холостых поклевок почти всех рыб я достаю поэтому считаю что этот способ отлично каспер слаг полностью оснащен